Здравствуйте! Репортер 73 представляет информационный выпуск «Каждый день, вечер и утро». Реальность сама складывает картину дня. В студии Марина Тимофеева смотрите сегодня в программе. Ветки прочь, венец открылся. Другое дело, и смотровая площадка есть, и посмотреть есть на что. Красавица Волга и прекраснейший вид, как на ладони. А ведь почти месяц назад все было куда плачевнее. Порядок в центре, непорядок в заволжье. Вышли из тени. Ко мне уже успела прийти налоговая проверка, которую я прошла успешно. Почему? Потому что я оказываю свои услуги законно. То есть ко мне никаких вопросов не было. Ипотечные каникулы для самозанятых. Внепланово активные. Мы были в лаборатории, но сначала мы набирали воду из родников и рек. Да. Из Волги набирали, из свияги. Школьникам на каникулах не дадут скучать. Десятилетние заросли на склоне венца наконец-то преданы пилам и топорам. История с обзорной площадкой, смотреть с которой можно лишь в зеленый куст, наконец-то подходит к концу. Толиков в торжество логики и труда вложил и наш телеканал. Сюжет о чиновничьей то ли забывчивости, то ли глупости вызвал ответную реакцию в кабинетах городской администрации. И вышли рабочие с топорами и бензопилами. Другое дело. И смотровая площадка есть, и посмотреть есть на что. Красавица Волга и прекраснейший вид, как на ладони. А ведь почти месяц назад все было куда плачевнее. По непонятным причинам никто не обращал внимания на давно и капитально заросшую кустами и деревьями зону, закрывающую весь обзор. Никто не обращал, пока ульяновский блогер Азат Усманов не выдержал и вышел в одиночный пикет. Так бы и зарастало дальше, скрывая отзоров Волгу, Левый берег и мост. Но накипела, и ирония в соцсетях, поддержанная нашим каналом, сработала. На сегодняшний день нашлись в городе средства. Мы получили, согласно регламенту, разрешительный документ. Здесь будет снесено более ста деревьев, будет убрана поросль для того, чтобы открыть вид на Волгу. Ульяновцы никогда не были так рады бензопилам и срубленным деревьям. Поросль убирается, работа кипит. Конечно, с одобрения соответствующих инстанций. Ничего лишнего спиливать не будут, уберут только деревья сорняки и сухостой. Каждую неделю мы приезжаем сюда с друзьями погулять, насладиться видами, но видов здесь никакого не было. Здесь всегда была поросль, здесь всегда были деревья. А на Волгу можно было посмотреть там, в одной узкой части, и все. Ведь мы здесь находимся на смотровой площадке. Она и подразумевает, что смотреть с нее на Волгу вниз на прекрасные виды. Последний раз территорию облагораживали 10 лет назад, в 2010-м. А до этого территорию не трогали почти 30 лет подряд. Какие-то работы, конечно, проводились, но далеко не эстетического характера. Делали только самое необходимое, чтобы склон продолжал существовать, а не уполз прямиком в Волгу. То, что стало сейчас, просто прекрасно. Место стало таким романтичным, если можно сказать. И на Волгу посмотреть, и на мост посмотреть, и на машинки посмотреть. Они вот буквально прям как игрушечные становятся. Вот. И здесь можно найти какое-то умиротворение своей души. Просто замечательно. Как говорят ответственные за расчистку территории, летом и весной работать было нельзя. Опасно из-за выжимных вод. И вообще скользко. От того и затянули. Самое время сейчас. И сухо, и необходимые средства есть. Закончить планируют до конца октября. Не получается у города держать марку по всем районам. Пока в Ленинском чистят склон, в Заволжском потенциальную зеленую зону забыли привести в порядок до конца. Это половинчатый результат нашего внимания к теме брошенных управленцами муниципальных пространств. Они пришли вооруженные инструментом, они свалили сухостой и прочистили заросли. Однако работы затронули только часть пустыря. Про большую территорию зеленой зоны забыли. Мы будем содержать ее в нормативном состоянии. Будем работать с жителями, чтобы действительно эта территория была нормативной. Если это норматив, страшно представить, где нормы не соблюдаются. Мусор, пустые бутылки, трава, человеческий рост. В ней недоброжелательные лица. Зеленую территорию уже пытались привести в порядок. Косили траву, убирали мусор. Но городских сил хватило только начать работы. Идем даже сработка, темно, ночь, вообще ничего не видно. Кусты, там пьют, там и с колясками, там и наркоманы. Там их постоянно, вот эти разговоры слышишь, и прям боязно бегом бежишь от магнита сюда. Либо от аврора вот идешь, тоже очень темно, вот это вот место. Но это же участок небольшой, неужели так вот трудно все вот это убрать, все это сделать. Интервью не уехал, а не уехали. Все, что было, то и осталось. Вот часть они убрали, больше я, сколько мы звонили, сколько я, ну, пыталась дозвониться, то телефон не поднимают, то вообще никто. Сказали, сделаем. Но уже прошло 3-4 месяца, да, все делают. Никто даже не появляется, а в администрацию дозвониться невозможно. Вот сколько я звоню, телефон сбрасывают. Нашей съемочной группе дозвониться удалось. И даже больше. Через час рабочие на пустыре заканчивают начатое дело. То, что должны были сделать еще в июле, наконец заканчивают в октябре. До конца скашивают траву, убирают мусор. И территория прямо на глазах преображается. Становится чисто и самое главное, территория пустыря, наконец, просматривается. Чиновники уверяют, проблемы никакой нет. Якобы территория убирается еженедельно. Виноваты сами жители, которые ежедневно выбрасывают мусор на пустыре. Что касается покоса травы, банально не хватает рабочей силы. Слишком много объектов. В связи с большими объемами, понятно, собирали только мусор. Покосы не производили, понятно. Но, вы сами понимаете, как бы жителей много. Все хотят, чтобы им тоже помогли. Поэтому, как бы, территория данная не закреплена ни в одном муниципальном задании. Считается, как бы, серой зоной. Поэтому, вот, наверное, и эта проблема сложилась. Со стороны выглядит, как нелепое оправдание. Однако, после очередного освещения проблемы, свернуть администрации Заволжского района точно некуда. Зеленую территорию доведут до ума. Кроме того, в скором времени решится еще одна проблема. Аварийные деревья над электропроводами обрежут. Обязательно проверим. Радость пока такая неопределенно, пока все не закончится. Но спасибо за то, что хоть начали. Я думаю, конец будет не скоро, но все равно, хоть уже видно, что люди работают. По данным сайта stopcoronavirus.r в России за сутки выявлено почти 11,5 тысяч заболевших COVID-19. В Ульяновской области с 7 по 8 октября заразилось 148 человек. Больных в активной фазе 2639. Умерло с начала эпидемии 173 жителя региона. Сколько человек у вас сейчас в отделении находится? 49 человек. А врачей, медсестер? Врачей достаточно в количестве. На данный момент у нас 4 врача. Медсестеры у нас работают 2 процедурные в день и 2 постовые медсестеры в день. Также потом они остаются у нас. Коридоры у нас не полные. Конечно, койки у нас стоят пустые, но в коридорах у нас никто не лежит. То есть вот второй коридор. И тоже никто не лежит. Вот наш процедурный кабинет. То есть смотрите, вот у нас как раз процедурная медсестра. Мы тут сработаем. Вот все полки у нас полные. Все лекарства у нас в достаточном количестве. Все необходимые шприцы, системы. То есть все вот у нас есть. Все полки у нас полные. Все, что необходимо, у нас есть. Вот у нас двухместная палата. Здравствуйте. В первое время, 5 дней, очень сильно пошла дома. Антибиотики пила, сама лечилась. Сама лечилась. А потом уже температура, когда уже поднялась, держала температуру 3-4 дня. И вот уже я подалась лечение, обращение в медперсонал. Систему все делали. Внутренне делали. Живот делали. Все сделали. Все вовремя. Все в установленное время приходили, делали. Кормили хорошо. Мне понравилось. Мне больничная еда очень понравилась. Вовремя кормили. Все еду я ела. Благодарно скучиться мне писать. Я очень доволен. Мне 63 года. Я уж боялась. Я думала уже все. Мне все-таки возраст. Говорят, в таком возрасте уже вообще. Ну, я радовалась, когда у меня уже сейчас 12%. Под 30% осталось. Все хорошо. Я благодарить хотела всех персоналов. Всех. В общественном транспорте региона усилен контроль за соблюдением мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции. 14 протоколов за нарушение масочного режима составила транспортная инспекция. Это итоги одного только рейда на улицах Ульяновска. Тему продолжит Екатерина Терещенкова. Пассажир, у нас идет провелательное мероприятие масочного режима. Будьте добры, у кого нет маски, накиньте, пожалуйста. Маска на лице, на руках, перчатки. Сегодня это не просто рекомендация, а обязательные условия при нахождении в общественном месте поездки на транспорте. Базовые меры защиты должны соблюдать не только пассажиры. Проверяют наличие индивидуальных средств защиты и у водителей. Вы знаете, образ губернатора Ульяновской области. Так что пройдемте для составления административного установления. Ну, можно месяц оставить. Пожалуйста, вставляйте. Сотрудники региональной и транспортной инспекции контролируют соблюдение профилактических мер на маршрутках и на транспортных объектах. На нарушителей составляют протокол. Мы составляем протоколы, направляем их. Ну, порядка ста протоколов мы отправили, но дальше решение судов мы их отслеживаем. Это и предупреждение, в общем-то, и какие-то штрафные санкции выносит по этим нарушениям. Проверяют не только соблюдение СИЗ, но и регулярность дезинфекции помещений и салонов. К работе подключены возможные системы фото-видеофиксации регионального центра по организации дорожного движения. В случае выявления нарушений, помимо протоколов, составляют и предписания на их устранение, направляют которые в адрес перевозчика. Мы увеличиваем количество рейдов, привлекаем сотрудников транспортной инспекции из наших муниципальных образований. У нас составлен график ежедневный. Сегодня в данном случае по городу работает у нас 9 бригад, а также на ближайшую неделю уже сформированы план работы по выездам основных населенных пунктов Ульяновской области. Цель профилактических рейдов не запугать, напоминают специалисты. Задача – добиться исполнения рекомендаций Роспотребнадзора для безопасности здоровья жителей региона. Ипотечные каникулы станут доступны для самозанятых. Государственная дума приняла в первом чтении поправки в соответствующий закон. Предприниматели, работающие со специальным налоговым режимом, смогут подтверждать снижение дохода не с правкой 2 НДФЛ, а иными документами. Напомним, зарегистрироваться в качестве самозанятого в Ульяновской области стало возможным с 9 июля текущего года. Выходит ли самый малый бизнес из тени, расскажем прямо сейчас. Оксана Врашкина – визажист с двухлетним стажем. В сентябре официально зарегистрировалась в качестве самозанятой. Ко мне уже успела прийти налоговая проверка, которую я прошла успешно. Почему? Потому что я оказываю свои услуги законно. То есть ко мне никаких вопросов не было. Специальный налоговый режим в регионе ввели 9 июля. С того времени более 3000 ульяновцев получили статус самозанятых. Еженедельный прирост – почти 300 человек. Чтобы стать самозанятым, не нужно идти в налоговую службу. Необходимо скачать приложение «Мой налог». Туда вы загружаете свою фотографию, скан паспорта. И дело сделано. После забиваете данные об оказанных услугах и их стоимость. Дополнительный плюс и приложение – оно выдает чек вашему клиенту, и вы можете оплачивать налог в режиме реального времени. Ставкой налога в 4% могут воспользоваться физлицам. Юридические заплатят на 2% больше. Напомню, кто может зарегистрироваться в качестве самозанятого. Это любое физическое лицо или индивидуальный предприниматель, но при соблюдении некоторых ограничений. Это, безусловно, должны получать доход от ведения собственной деятельности, использования имущественных прав. Годовой доход не должен превышать 2,4 миллионов рублей в год. Переход на спецрежим добровольный. Новая практика укрепит экономику региона и выведет из тени самозанятых. Сейчас их более 90 тысяч человек. Потенциальный ущерб для бюджета области составляет более 2 миллиардов рублей. Пандемия оказала свое влияние, и многие из тех, кто работал в тени, вынуждены были выйти, обилить свой бизнес для того, чтобы получать необходимые минимальные пособия. Во-вторых, бизнесу, крупному, среднему бизнесу, тоже выгоднее работать с официальными самозанятыми, потому что это дает до гарантии качество. В основном из тени выходит строительный сектор, грузоперевозки, косметологические услуги. Вывести в налоговый свет абсолютно всех нереально. Это признают на самом высоком уровне. Однако всего за год удалось снизить количество теневиков почти на 20%. Лидерами здесь остаются Чердоклинский, Новоспасский и Сурские районы. Точно, быстро, максимально эффективно. Пандемия при всех негативных своих проявлениях во многом ускорила усовершенствование материальной базы учреждений здравоохранения. И не только. Даже не самое новое оборудование под управлением умной программы становится мощным оружием на пути недуга. Уникальный эксперимент прошел первую фазу. Что дальше, расскажет Вера Мещерякова. Искусственный интеллект в помощь живому Ульяновской области в числе первых российских регионов, где в диагностику внедряется уникальное программное обеспечение. Уникальность в том, что это совместная разработка российских математиков и ведущих онкологов страны. Программное обеспечение позволяет буквально за считанные секунды выявить степень поражения легких ковидных пациентов, а также акцентирует внимание специалиста на так называемых зонах интереса. В порядке эксперимента программное обеспечение внедряется в восьми ульяновских больницах. В их числе центральная городская клиническая больница. Составить наиболее точную картину на основании тысячи снимков компьютерного томографа, когда каждая минута на счету. Программный комплекс Айрим – это новый большой шаг в цифровизации медицины. Трудности именно в определении степени поражения или нахождении признаков. Эта программа как раз и помогает найти признаки, если поражен, например, 5% легочной ткани. Обычно считают, что искусственный интеллект – это дорого, это долго, это трудно. Но Ульяновская область, которая стала первым и ключевым участником эксперимента, показала, что в течение всего нескольких недель, одной недели, можно подключить больницу к искусственному интеллекту, и компьютерные томографии на предмет выявления ковид будут анализироваться. Анализируется в течение 9 секунд. Обучение медицинского персонала работе с новейшим ПО прошло быстро и результативно. На всей 8 учреждений, где внедрён Айрим, своими успехами открыли дорогу программе в другие больницы области. Представленные на рынке те или иные, так скажем, сейчас продукты программные, они, конечно, дорогостоящие. Сейчас мы провели, есть в рамках проекта здравоохранения, отдельный региональный проект цифровой контур здравоохранения, где как раз идёт обеспечение техникой, на которой мы можем развернуть вот этот программный комплекс. Помимо ковид-детекторного модуля, Айрим располагает возможностью исследований в мамологии, успешно находит злокачественное образование. Однако, пока что акцент делается на коронавирусную диагностику. Рост числа заболевших вынуждает регион разворачивать дополнительные койки. Усиливается дезинфекция общественных пространств. Работодатели обязуют серьёзнее относиться к мониторингу здоровья сотрудников. Мы все должны с вами терпеливо, настойчиво, без всякого надрыва в голосе объяснять жителям нашего региона все те реалии, которые складываются в нашей с вами жизни. И, конечно, предлагать не обременительные, но абсолютно необходимые меры и средства защиты. В ближайшее время в стационарах и поликлиниках региона утвердят стандарт оказания помощи. Наболевшая проблема с маршрутизацией вызовом врача в отдалённые населённые пункты должна быть решена. Цифровизация призвана облегчить труд авангарда борьбы с болезнью. От них, в свою очередь, ждут помощи сотни пациентов. Две недели отдыха для школьников в коронавирусном плену. Посещать массовые мероприятия запрещено. Многие кружки закрыли. Школы тоже не пускают учеников на дополнительные занятия. Остаётся сидеть дома? Нет, всё в традициях 2020-го дистанционно. В Ульяновске для детей подготовили более ста онлайн-мероприятий. Присоединиться к ним могут и жители области. Меньше компьютера, больше действий. Как это работает, расскажем в нашем сюжете. Больше всего у нас, Аня, ты что любишь? Читать! Второклассница Аня Лукашевич не расстаётся с книгой даже перед сном. Это главное занятие на каникулах. Скучать не приходится, несмотря на закрытые двери школ. Открытым оставили вход в бассейн. Кроме этого, Аня погружается в рисование, игру на фортепиано и исследовательскую деятельность. Мы были в лаборатории, но сначала мы набирали воду из родников и рек. Да. Из Волги набирали, из свияги. А потом мы шли в химическую лабораторию и там проверяли её, можно ли пить. Чем меньше компьютера, тем лучше, считает мама Ани, Светлана. Дочка не против, тем более, что альтернатива виртуальному миру достойная. Квест на свежем воздухе, например, полезна и увлекательна. Уличная программа, мы понимаем то, что они не находятся в помещении в сложившейся ситуации. И расскажи, что у вас было. Нам загадывали загадки про водник, про профессии старой, устаревшей, которая есть сейчас. Без дела Аня не сидит. Для тех, кто действительно хочет занять ребёнка на каникулах, возможности найдутся. Их в Ульеновске оказалось масса. В коронавирусную эпоху перспективы каникул скучные. Изменить положение стараются педагоги дополнительного образования. Онлайн занятия никто не отменял. В Дворце творчества детей и молодёжи около 300 программ. Все занятия дистанционные. Авиамоделирование – одно из них. Я всё расскажу, не спешите до стабилизаторов. Значит, то, что я не сказал, не сказал. У вас должен быть ещё кусочек картона. Минусы дистанционки явно и лично не помочь компьютер не покинуть. Но время занятий корректируется для комфортности учеников и педагога. Если так удобно родителям и детям, ну, этот, в принципе, метод имеет большие плюсы. То есть детям никуда не нужно выходить. То есть они остаётся дома. И большое число может одновременно участвовать на этих занятиях. Но минусы, конечно, то, что ребёнок много времени будет проводить за компьютером. Засидеться тоже не дадут. ТОСы, школы искусств, в том числе и Дворец творчества, проводят занятия на улице, пока погода не закапризничала. Есть такие занятия у нас, как теннис, хореография, где борьба та же самая, да, цирковая студия, орхидея. Конечно, там занятия ведутся не только за компьютером, но и уже педагог даёт какие-то занятия на общую физическую подготовку. Конкурсы, творческие лаборатории, мастер-классы только на две недели. Около ста онлайн-мероприятий для школьников. На сайте учреждений и в соцсетях есть вся подробная информация. Было бы желание, досуг найдётся. Маргарита Мутишинская, Юрий Давыдов, репортер 73. Ульяновские десантники вернулись после участия в стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2020». Более 80 тысяч военнослужащих со всей России, сотни единиц бронетехники, военных кораблей и самолётов. Накануне воинский эшелон с нашими бойцами прибыл на железнодорожную станцию в Чердаклах. Подробности смотрите в нашем следующем материале. Пять полигонов и акваторий двух морей стали ареной для условных сражений. Финальная стадия учения прошла на одном из крупнейших российских военных полигонов в Капустин-Яр. За манёврами наблюдали Владимир Путин, Сергей Шойгу, а также военные атташе из 70 стран мира. От имени Межрегиональной организации «Офицеры России» и лично от ветеранов 104-й дивизии хочу вас поздравить с успешным выполнением учебных и боевых задач в этом году и пожелать дальнейшим успехов по защите рубежей нашей Родины. По прибытии на Ульяновскую землю командование организовало торжественную встречу участников учений с выступлением ансамбля «Боевое братство» и военного оркестра. Десантников встречали ветераны воздушно-десантных войск, родные и близкие военнослужащих. Учения наши подходят к концу. Нам остался последний рывок, то есть это технику поставить в парк на хранение, последний автомат поставить в контур для хранения оружия. И с этого у нас, как говорится, все идем домой, к своим семьям, к близким, к детишкам своим. Они нас ждут, мы тоже по ним очень соскучились. Высадка «Голубых беретов» стала одним из самых ярких эпизодов учений. 57 самолетов Ил-76, с которых с интервалом в 30 секунд десантировалось больше тысячи десантников и военная техника. Всего же в масштабных учениях приняли участие более 80 тысяч российских и около тысячи иностранных военных. Почти целую неделю войска отрабатывали организацию совместной обороны и координацию ведения боевых действий с привлечением всех видов вооруженных сил России. Анимация или мультипликация. Несмотря на то, что первый термин наиболее распространен в мире, в СССР и в России, на протяжении длительного времени было общепринято второе название. По мнению известного мультипликатора Федора Хитрука, использование в СССР терминов «мультипликация», «мультипликатор» связано с технологией создания изображений при помощи наложения на лист элементов персонажей, что немного напоминает аппликацию. По созвучию с этим словом и была названа эта отрасль кинематографа. Я занимаюсь в основном авторской анимацией как раз. У меня вот это самое кино не для детей. Я люблю разные технологии. Мне очень нравится брать что-то, что я не очень хорошо умею, с чем я раньше не сталкивался, и осваивать новую технику. Так что я делал мультфильмы и в сыпучих техниках, из кофейного порошка, из песка. Кукольные мультфильмы делал, перекладку. Наверное, сложнее сказать, что я не делал. Я много разных техник пробовал, и это, наверное, как раз мой главный интерес. Потому что движение, оно и остается движением, его можно сделать из чего угодно. Подробнее о мультипликации от идеи до воплощения. Об эмоциях, которые дарят мультфильмы, и об их образовательной составляющей Юра Богуславский расскажет в одном из ближайших выпусков программы «Работа» на телеканалах «Репортер 73» и «ОТР». Беспроигрышная серия ульяновских футболистов закончилась в домашнем матче против Барнаульского «Динамо», в котором волжане уступили гостям с минимальным счетом. На корректировки и внесение изменений в рисунок игры у тренерского штаба во главе с Ренатом Аитовым времени было не так уж и много. Тем не менее, на очередной домашний матч против Новосибирска «Волга» вышла совсем с другим настроением. Подробности далее. Обе команды вышли на игру с конкретными целями. Для Новосибирска крайне удачно складывалось выездное турне из трех матчей, и в последнем сибиряки были явно нацелены на набор очков. Волжане, в свою очередь, должны были реабилитироваться перед самими собой и болельщиками за обидное поражение от Барнаульского «Динамо». «Волга», что называется, взяла с места в карьер, с первых минут навязав сопернику вязкую игру с множеством передач и комбинаций. Новосибирск огрызался контратаками, но на перерыв команды разошлись с нулями на табло. Мы готовились к этой игре, понимали, что соперник после поражения в домашний матч с «Динамо» Барнаул, и смотрели по заявке, они, видимо, решили Барнаул малыми силами обыграть, как бы оставили полсостава под нас. Мы прекрасно понимаем, что мы раздражитель в этой зоне для всех команд, и вытесна все команды играет с удвоенной, некоторой с утроенной энергией. Поэтому у нас нет вообще проходных матчей. Второй тайм для «Волги» оказался таймом упущенных возможностей. Желто-черные не использовали два реальных шанса на то, чтобы размочить счет. Концовка 45-ти минутки оказалась полностью за хозяевами. Волжане подбирали ключи к воротам Новосибирска из флангов и со стандартов, но безрезультатно. В свою очередь, сибиряки тоже не отсиживались в обороне, но галкипер Волжан не был настроен на то, чтобы пропускать в этом матче. Ребятам хочу сказать большое спасибо за саму удачу, за ту инициативу, за проявленный характер. Надеюсь, в дальнейшем у нас все получится, и мы будем победить. В итоге обе команды сумели положить в свои копилки по одному очку. В активе Новосибирска их теперь 23, у «Волги» 20. Впереди несколько дней на отдых и тренировке, после чего подопечные Рената Аитова отправятся в Пермь, где сыграют против местной звезды. Похоже, сейчас будет контратака. Он набирает обороты, врывается вперед. Опасный момент! Выход один на один! Он чуть не попадает прямо в девятку, а! Помните, обгон – это не игра. Чтобы дорога была длиною в жизнь, не спешите обгонять. Этой осенью вас ждут настоящие чудеса! С 7 по 11 октября приходи в аквапарк «Улёт» и помоги прекрасной принцессе обрести магическую силу. Ульяновск, улица Александровская, 60 В. Все подробности на сайте aquaulet.ru Научиться управлять автомобилем, чтобы сдать на права – это легко. Но мне важнее научить человека не рисковать. Знаете, что больше всего уносит жизни? Обгон по встречке. Не надо. Если у вас ребенок в машине, нет ни одной причины рисковать его жизнью и выезжать на встречную полосу. Семейный ресторан «Наврус-73» станет вашим любимым местом. Вкусно поесть. Весело поиграть. Душевно пообщаться. Все с семьей или большой компанией можно. А главное – вместе. Возьмите. В завершении телефон рекламного отдела 304173. Рекламные ролики, сюжеты, объявления и бегущая строка. Звоните 304173. И вы в эфире «Репортера 73». Делайте новости вместе с нами. Звоните 304173. Читайте и смотрите онлайн. Тройное W.reporter73.tv Реальность сама складывает картину дня. Редактор субтитров А.Семкин